Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие. Такие определения звучали на заседании круглого стола на тему российско-китайских отношений. В прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился почти на 29% и достиг рекордных 190 миллиардов долларов. При этом в Россию завозится из Поднебесной на 76 миллиардов, а экспортируется 114. Нам есть что обсудить, при том, что мы уже имеем ряд сложившихся проектов в области образования, в области науки, в области культуры, в различных отраслях экономики. И я очень благодарен господину генеральному консулу с тем, что он нашел время приехать к нам в республику, посетить наш университет. Мы вчера встречались с нашими китайскими студентами. Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо отметил, что Россия и Китай – две страны, которые стоят спиной друг к другу, надежно защищая спину партнера. В свою очередь, ректор МГУ имени Агарева Дмитрий Глушко заявил, что вузу остается только пользоваться сложившимися отношениями и сделать их еще более крепкими и эффективными. Мородовский государственный университет является известным российским университетом и важной базой для научных исследований и инноваций и знаний. Вчера я встречался с господином ректором. Мы это были с Ивладом Лешевым в сотрудничестве между университетом и китайскими вузами. Мы решили не только развиваться наши существенные проекты, образовательные проекты, но и развиваться новые сотрудничества. В рамках круглого стола было подписано соглашение между МГУ имени Агарева и китайской компанией «Хайр» для установления и развития партнерства на основе интеграции образовательного и инновационного потенциала. Эта иностранная корпорация имеет 10 научно-исследовательских центров и около 60 тысяч торговых представительств. Евгений Волков, Игорь Гангаев. Наши новости. Евгений Волков, Игорь Гангаев.